Израиль уже шестой день наносит удары по жилым кварталам палестинского анклава. Еврейская армия пытается уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру, которую используют группировки сектора Газа. В первую очередь движение Хамас, запрещено в РФ, и исламский джихад, запрещено в РФ. Но в результате действий армии обороны Израиля под ударом, мирные жители, которые не имеют возможности покинуть зону боевых действий, анклав по-прежнему в блокаде. В Газе каждый день череда похорон, причем часто в последний путь провожают целые семьи. Уже более 140 человек погибли в результате ударов авиации и артиллерии, среди убитых более 30 детей. Больницы сектора Газа переполнены, различные ранения получили около тысячи палестинцев. Съемочная группа вести недели в Газе побывала в одной из больниц анклава. Я возвращался с рынка, почти пришел домой, и рядом с моим домом ударила ракета. «Рядом было много детей моих соседей. Все получили ранение», — говорит один из жителей Газы. Я увидел взрыв и спрятался за забор. Потом побежал, чтобы помочь пострадавшим людям, и тут прилетела вторая бомба. «Осколки попали мне в шею и спину», — рассказывает другой местный житель. «Мы сидели дома, когда начался израильский обстрел. В соседнем доме жила семья моего дяди. Вся семья погибла. Осталась лишь одна маленькая девочка», — вспоминает один из арабов. Истории всех трагедий последних дней очень похожи. Израиль формально предупреждает о грядущих авиаударах в СМС Рассылк-Джа. Но жителям Газы некуда бежать и практически негде прятаться. Гуманитарная ситуация в секторе критическая. Уже не хватает препаратов крови, медикаментов. Система здравоохранения сектора Газа сильно пострадала, имея до того определенные трудности. Но сейчас мы говорим о недостатке в 45% медикаментов. Более того, не хватает оборудования, практически истощен банк крови. Мы окажемся в крайне ограниченном положении, если не получим хоть какую-то помощь. Мы обратились в разные международные организации. Если не будет оказана оперативная помощь, мы окажемся в критической ситуации, сказала Шраф Аль-Кедра, официальный представитель Министерства здравоохранения сектора Газа. Накануне еврейская авиация буквально снесла международный медиа-центр в центре Газы. Тель-Авив, конечно, оправдывается, мол, в здании был размещен военный объект движения «Хамос», но выглядит удар как целенаправленное и стремление устроить информационную блокаду. Египет открыл пограничный переход Рафах для эвакуации тяжело раненых. И сейчас это единственный путь для пострадавших покинуть Газу. Пока Целевиз пытается нанести максимальный ущерб и военной инфраструктуре «Хамос» и гражданской Газы, боевое крыло движения отвечает. Ежедневно сотни неуправляемых ракет стартуют из сектора Газа в сторону израильских городов. Чуть менее половины снарядов преодолевает систему про Израиля, под огнем мирные жители еврейских городов. Лидеры «Хамос» используют бескомпромиссную риторику, в первую очередь чтобы вовлечь в конфликт палестинцев, которые проживают на западном берегу. И этой цели политическое руководство правящего в Газе движения, похоже, успешно достигло. В Рамале, столкновения, на западном берегу, протесты, в руках палестинцев флаги «Хамос», популярность движений «Фатх», запрещено в Эраф, стремительно падает. Теперь в глазах жителей автономии именно члены боевого крыла движения в секторе Газа, главные защитники палестинского народа. Вообще эксперты говорят, что возможный результат израильских ударов по анклаву, захват власти на западном берегу движением «Хамос» и это крайне нежелательный исход для Тель-Авива. Израилю всегда было проще договариваться с палестинской администрацией, нежели с движением в Газе. При этом Израиль еще и получил обострение на границах с арабскими странами. Палестинские беженцы пытаются ударить с территории Ливана, Сирии и Иордании. Пока правительства этих стран удерживают ситуацию под контролем, Ливанской армии даже пришлось блокировать дороги на юге страны. Но это только пока. Как бы ни закончилось обострение, уже понятно, что период относительной стабильности в Палестино-Израильском конфликте закончился точно.